Настоящие мужские поединки, жесткие и бескомпромиссные борцовские приемы, удары руками и ногами. Сотрудник госбезопасности, как никто другой, должен владеть техниками ведения рукопашного боя. На традиционный турнир памяти нашего земляка капитана Александра Майорова в этом году приехали участники из Нижнего Новгорода, Пензы, Бора, Выкса и Кстова. Саров представили две команды – спортсмены клуба «Панкратион» и сотрудники Росгвардии. Нашим спортсменам это почетно принимать в таком чемпионате участие, потому что они оказывают дань памяти нашему погибшему товарищу. А уровень чемпионата значительно высокий, потому что даже, например, Кустовская сборная – это практически сборная страны. Всего 9 команд и 50 участников. Среди них спортсмены с первым разрядом, 10 кандидатов и 7 мастеров спорта. Чемпион мира по рукопашному бою – Тахир Токарев. На татаме встречались по две пары соперников. Судьи пристально наблюдали за каждым движением участников. Удары, броски, стойки и удержания оценивались определенным количеством баллов. Победителя выявляли в каждой весовой категории. Саровчанин Антон Болоткин в шестой раз стал лучшим на турнире среди спортсменов до 85 килограммов. Подготовка сорокских спортсменов и подготовка всего турнира, она каждым разом, каждым годом только улучшается, потому что уровень растет соперников, уровень участников. Александр Феоктистов представлял команду Нижнего Новгорода. Рукопашным боем молодой человек занимается в 7 лет. В первом поединке мастер спорта победил со счетом 10-0. Во втором сразил соперника болевым приемом на первой минуте и вышел в финал. Александр занял первое место в весовой категории до 70 килограммов. Удалось, что работал первым номером. В основном получалось самому больше инициатировать, так сказать. И работал тоже на тренировках, отрабатывал все. Соревнования считаются очень хорошие, тут очень ценные призы. Много спортсменов сюда приезжают, уровень достойный. В 2001 году капитан Майоров героически погиб при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Военнослужащий долгое время занимался рукопашным боем и стал кандидатом в мастера спорта. 16 лет подряд сотрудники силовых структур собираются, чтобы почтить память коллеги и продемонстрировать высокий уровень боевой подготовки.